У меня было свидание в Одессе. В Одессе я была всего второй раз. Первый раз я была в Одессе год назад, когда мы приехали по работе, мы гастролировали по Украине, танцевали. Первый раз, когда я была в Одессе, это было очень круто. Это потрясающие воспоминания. Второй раз это была полная жопа. Было просто отвратительное свидание и у меня остался неприятный осадок. После самого свидания и, наверное, не знаю. В Одессу я не скоро приеду. В общем, была на свидании с Максимом. Почему Максим попал в общее свидание? Потому что выехал на том, что пригласил моего папу, потому что если бы не было в этом папы, я бы вряд ли бы пригласила Максима, поскольку этот парень меня не зацепил. И еще тогда я была насторожена к нему, и я не открывалась ему. Плюс еще, потому что с ним было свидание после Коли, я чувствовала еще и, возможно, вину перед Колей, что иду с кем-то другим вообще на свидание. Ну, это такое. Я действительно хотела присмотреться к нему. Он нашел общий язык с моим отцом. Господи, это, ну, неплохо, поэтому... В общем, неважно. Под впечатлением того, что я увиделась с папой, я его пригласила на групповое свидание, и я пожалела, потому что он занял действительно чужое место. Чувак, оказывается, изначально пришел, чтобы подкатить к другой. Вот. Меня взбесило, потому что это делалось через меня. То есть какого хрена я должна от этого страдать, какого хрена я должна от этого переживать какие-то неприятные эмоции, потому что я не пришла кому-то помогать строить отношения. Я свои отношения строю. И чувак просто выбрал абсолютно дебильный метод для того, чтобы подкатить к другому человеку. То есть не знаю, почему так поступил. Может быть, он... Не, мне просто было обидно, что... У меня все долбали, ко мне подходили. Влада, ты с ним нелюбезный, ты ему не открываешься, дай парню шанс. Я себя виню все это время, я пытаюсь с ним любезно общаться, хотя уже вообще понимаю, что к нему душа мне не лежит. Вот. Учитывая то, что я еще раз узнала некоторые нюансы, какие мне были вообще очень удивили вне камер, когда он рассказывал там про свою бывшую, то, что он ей дарит... Каждый день рождения цветы будет дарить до конца дней. Вот. Меня это очень смутило. Я еще тогда поняла, что его не выберу, но тем не менее я себя ходила и винила, потому что ко мне... Меня вот все задалбывают, что ты так себя с ним ведешь. Вот. И я пыталась максимально... Максимально по-доброму с ним общаться, лояльно к нему относиться. Вот. Плюс еще тогда с девочками была в ссоре. И, естественно, мне было тяжело. Вот. И тут в конце он мне заявляет такую вещь, что он вообще пришел другой. Ну, блин, нежданчик. Это было ужасно. Это было по-свински. Вот. Меня это оскорбило. Конечно, я была очень злая. Какого хрена он пользуется моим временем, моим вниманием. То есть это ужасно. И он манипулировал моими чувствами к папе, чтобы попасть в групповое свидание. Фу. Это просто фу. Это мерзко. Это просто мерзко. Вот. С Витой мы эту тему проговорили. Вот. То есть это мы особо и многое не говорили на это, по поводу него. Мы где-то минут пять пообщались и... Не знаю. Ну, как-то... У нас лично все нормально. Вот. Потому что я понимаю, что как бы это... Это Максим так поступил. То есть... В общем, не знаю. В общем, у нас все нормально. Мы с ней это все проговорили. То есть абсолютно мы не затягивали эту тему. Мы пообщались там... Ну и все. Вот. То есть мы о нем даже как-то не вспоминаем. Вот. Но... Не знаю. Может он вот так вот холоднокровно поступил, потому что сам чувствовал, что с моей стороны нет к нему там каких-то действий, какого-то расположения как к парню, как к мужчине, в конце концов. Не знаю. Может... Потому что... Я считаю, что во мне есть все эти качества, чтобы понравиться нормальному парню. Вот. Вот. Вот.